Ну что ж, дорогие подписчики, я снова рад вас приветствовать. И сегодня я бы хотел затронуть такую тему, как третья сторона монеты. Многие из нас привыкли думать, что у монеты есть две стороны, это аверс и реверс, но часто забывают про третью сторону. Это про гурт. Не скрою, что раньше я увлекался нумизматикой, я часто не обращал внимания на гурт и почем зря. Сейчас я не являюсь большим специалистом по гуртам, но я теперь буду чаще обращать внимание. Вот, я из оборота в течение некоторого времени выловил две одинаковых монеты, но якобы с разными гуртами. Я вам сейчас их покажу. Обращу ваше внимание, что аверсы у этих монет генетичные. Соответственно, реверсы тоже. Ну, как бы не соответственно, но они тоже одинаковые. Но вот если вот чуть-чуть буквально присмотреться, как бы так увидеть разницу, у рубля справа видно даже, что другой кант. Вот обратите внимание. Монеты вроде бы одного года, одного монетного двора, но у них даже видно разные гурты. Видите, какое оформление, немножко разное. Да, у меня первые мысли были, когда я в кармане нашел эту монету, у меня были мысли, что это какая-то из разновидностей. В принципе, я не гордый, я могу посоветоваться и с коллегами на форуме. Ребята, всем доброго времени суток, прокомментируйте, пожалуйста. Добрые люди нашлись и пришлали мне даже несколько чертежей. Значит, специалисты отвечают абсолютно по-разному. Суть сводится к тому, что перед гурчением заготовка монеты проходит обжатие. Как правило, они получаются трех форм. Вот как показано на этом рисунке. Исходя из этих форм, если взглянуть на фото, у меня слева в данном случае, скорее всего, вторая. Может быть, первый вариант формы. А вот на монете справа точно форма 2. Вывод, в принципе, один. У меня в руках две одинаковые монеты одной и той же разновидности. Просто чеканились они в разное время. И разновидность гурта у них одна и та же. Пока монтировался этот ролик, мне удалось пообщаться с Numismat, в который пришла мне вот такие вот фотографии. Это гурты 2016 года 1 рубля. Значит, какие из них бывают здесь и разновидности гурту, здесь также и слабое гурчение. Ну, достаточно интересно, наглядно, я думаю. В принципе, я не огорчился, когда подтвердил свои догадки, что это один и тот же гурт. И просто вот в этом случае, на монете справа, здесь было слабое гурчение. Разновидностью он не является. На сегодня все. Я желаю вам удачных поисков в новых разновидностях. Ищите, и пусть это вас вдохновляет. Пока-пока!